Остался один и едва не погиб. Жители села Канашево нашли на своем огороде молодого лебедя. Птица обессилела и могла замерзнуть или стать жертвой хищников. Как спасали редкого пернатова в репортаже Евгения Власова. Громко шипит, машет крыльями, пытается ущипнуть человека. После двух дней в тепле с усиленным питанием серый лебедь уже немного окреп и не хочет покидать временный дом. Птицу рядом со своим огородом обнаружила Зоя Брагина. Лебедь шел ей навстречу, будто просил помощи, вспоминает женщина. Она позвала соседа. Вместе они поймали птицу. Мы его прикормили немножко. Ну, грустный, он грустит. Видать, или подругу потерял, или от стаи отбился, или провода помешали. Неизвестно, причина неизвестна. Жители села Канашево спасли редкую птицу из Красной книги. Лебедь отбился от стаи и остался один на замерзшем пруду. На льду в любой момент его могли схватить хищники. В окрестностях водится много лис и инотовидных собак. Зоя Брагина поселила птицу в сарае. Кормила вареной рыбой и зерном. Рацион питания узнали в интернете. Удивил жителей только необычный серый цвет птицы. Это значит, что лебедь родился в этом году и еще не поменял оперение. И, возможно, не успел окрепнуть перед дальним перелетом на луг. По словам специалистов, лебедь мог появиться на свет в Курганской области. А здесь, в окрестностях села, стая остановилась на отдых во время перелета на юг. А у молодой птицы не хватило сил, чтобы продолжить путь, когда сородичи улетели. Лебедя Зоя Брагина передала в приют зоозащитника Карена Далакяна. Сначала птица 10 дней проведет на карантине. У нее может быть инфекция. Также необходимо выяснить, нет ли травм. Возможно, повреждено крыло, сообщает зоозащитник после первого осмотра. В любом случае, зиму птица проведет в приюте, чтобы набраться сил. А потом ее выпустят на волю. Парное животное, парная птица, она может влюбляться. Были случаи, когда лебедь влюбляется в утку или гуся. И вот так они же создают себе пару и живут. Хотя там птенцов нету, но все равно они создают такую семью, в кавычках, и вместе живут. Лебедя назвали Канаш в честь села, где его нашли. Но кличка может поменяться, ведь пол птицы еще не установлен. В этом году это второй лебедь, спасенный южноуральцами. На прошлой неделе редкую птицу нашли в окрестностях Златоуста и поселили в местном парке птиц. А в районе поселка Томино лебедя спасти не удалось. Он стал жертвой хищников. Евгений Власов, Надежда Головина, ОТВ.